Итак, друзья, хотите ли вы проверить ваша камера, хорошо ли она работает, какая у нее матрица и насколько она будет надежная, когда делаем фотографии. Значит, у нас зеркалный фотоаппарат Canon EOS 650D и мы хотим проверить его матрица, как она хорошо работает. Первое, что мы должны сделать, конечно, включить фотоаппарат. Открываем вот здесь. Включаем ручной режим. На буква М у нас бывает ручной режим. Я сделал так, что изображения пока нет, но нажимаем кнопку меню и шумоподавление при длинной выдержке. Выключаем его. Вот, выключили его. Потом, если у нас есть какие-то посторонные фотки, их стираем, форматируем карту. И закрываем объектив крышкой. Хорошо смотрим, везде ли закрит объектив крышкой. И сейчас настраиваем наш фотоаппарат. Он должен быть настроен, что делал фотки на 30 секунд выдержка, ISO 400 и таким образом мы производим нашу фотку. Вставляем аппарат внизу, что он не дергался. И производим первую фотку на 30 секунд выдержка. А, забыл сказать, что я выключил объектив. Объектив должен быть на ручной режим, чтобы он не фокусировался. И просто производим снимок. Дожидаемся 30 секунд. Это фотка на длинная такая экспозиция. И она должна показать нам, есть ли какие-то дефекты при длинной экспозиции и как работает матрица, как она себя ведет. Дожидаемся, значит, 30 секунд, чтобы это все стало нам понятно. Вот так. Еще немножко осталось. Это время я что, анекдоты расскажу, что ли? О, времени нету, не расскажу. Вот. Мы сделали первый снимок. И смотрим его. Вот, все черное, это хорошо. Но это еще ничего не значит. Потому что здесь экранчик маленький. Мы будем все смотреть сейчас на компьютер. И производим еще один такой снимок. Но уже. Делаем другие настройки. Делаем настройки ISO. Это светлую чувствительность матрица. 100. Выбираем ISO 100. И производим еще один снимок. Почему мы делаем светлую чувствительность 100? Это значит, что камера намного меньше поглощает светленность, чем когда светлая чувствительность 400. Конечно, если на ISO 100 есть проблемы, это очень плохо. А если на светлую чувствительность 400 есть какие-то проблемы, это уже можно как-то так понять и простить. Вот. Мы сделали еще один снимок. Дожидаемся. И проверяем вот здесь. У нас два снимка. Первый и второй. Они оба черные. И сейчас. Заходим на компьютер. И все это будем смотреть на программу. Как это все пошло. И как мы сфоткали, как работает наш фотоаппарат. Итак, друзья. Мы уже присели на компьютере. И нам надо проверить, насколько хорошо работает матрица нашего фотоаппарата. Первое, которое мы сделаем. Открыли программу Digital Photo Professional. И нажимаем инфу за файл. Как видите, это тот же самый снимок, который мы сделали. Вот. И это тот же самый снимок, который мы сделали. Сейчас. Здесь что должны сделать. Открываем вот этого первого файла. Первую фотку. Как видим, все выходит абсолютно черное. Но это еще нам не устраивает. Потому что мы должны сделать на все 100%. И тогда уже рассматривать с дефекты по матрице. Вот видите, я дергаю. И ищу. О! Вот видите, вот эта красная точка. Это сгорелый пиксел, который нельзя никак... Это не сгорелый, это горячий пиксел. Вот он показал себя. Вот один дефект уже нашли. Это значит, что матрица нашего фотоаппарата... Я еще продолжаю искать. Пока говорю. Вот второй. Один горячий пиксел. Это значит, что наш фотоаппарат дефектен. Если честно, я фотоаппарат так купил. Мне меняли матрицу на этот Кенон. И он все равно так и работает. Вот ищем еще. Везде. Осторожно. Еще один. Уже лиловый цвет, как видите. Еще один. Сгорел. Сейчас поднимаемся наверху. И ищем. Сейчас посмотрим. По-моему, это фото, которое мы сделали на 400 пикселей. Потому что если это... На 400 ISO. Потому что если это на 100, конечно, это очень плохо. Это то же самое. Я просто... Расстояние вот так. Передергиваю. Он попал чуть вправо. Вот наверху у меня еще один горячий пиксел. Вот так. И... Сейчас внизу. Дергаем. Ищем еще. Вот белый горячий пиксел. У меня такое ощущение, что все Кеноновские матрицы, они делают вот этого дефекта, когда снимают на более длинная выдержка. Хоть это не очень длинная выдержка, потому что 30 секунд это какая длина выдержки. Есть фотки, которые делаются по полчаса. А как будет ведет тебе матрица на 400 ISO и полчаса выдержка. Это вообще... Фотка никакая не получится. Ничего не получится нормально. Вот практически мы открыли несколько дефектов на этой матрице. Но это при 400 ISO. Сейчас уже посмотрим... Посмотрим, это 400 ISO или нет. Да, это ISO 400, как видите. И мы открыли несколько дефектов. Сейчас мы вернемся и посмотрим, есть ли эти дефекты на ISO 100. Открываем тоже. И открываем на 100%. Открыли на 100%. О, вот видите, ISO 100 тоже есть красный пиксел. Они практически одни и то же пиксели. Выходят и на ISO 100. Сейчас передернем вот так. И на ISO... О, еще один. Видите, вот здесь тоже красный пиксел. Сейчас посмотрим. Я не знаю, почему эти аппараты Кенон такие дорогие и с такие они матрицы. Но должно быть так. Вот еще один зеленый пиксел. Это бракованный аппарат. Как можно с такую матрицу снимать? Я вообще даже не представляю. Вот. Сейчас поищем еще. И я просто возмущаюсь, как потребителя. О, еще один горячий пиксел. Светится в красном. Это очень плохо, что на ISO 100 дает вот эти горячие пиксели. Практически, что боевает на ISO 100, я посмотрю. Да, это ISO 100. Видите, ISO 100. Кто боевает на ISO 100, кто боевает на ISO 400, это вообще очень-очень плохо. И куда мне с эту матрицу снимать? У меня есть одна мыльница Olympus. Она, наверное, лучше будет снимать. Хоть и она совсем-совсем дешевая. Ну, таким образом, мы проверили наши фотографии. Остановили, что матрица очень плохая. Остановили, что надо предпринимать какие-то шаги, чтобы это исправлять. Опять буду возвращать вот этого аппарата в магазин. Опять буду просить рекламацию. Я уже, когда я его купил, два года хожу по рекламации. Ну, это было все от меня. Если для вас это видео было полезное, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и встретимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok